Эмоции положительные, потому что мы выиграли, борьба была, мы настраивались на жесткую борьбу, но все сложилось благополучно, борьбу мы выиграли, подбор выиграли, и когда доигрывали до конца все взаимодействия, у нас все получалось без проблем. Победа была не очень легкой, но в принципе ничего сложного. Дисциплина решает все, если не все, но очень много в нашем виде спорта, поэтому сегодня, когда была дисциплина на площадке, мы имели небольшое преимущество. Нам противостояла очень хорошая, молодая, амбициозная команда. Игроки индивидуально неплохо, скажем так, играют, и нам надо было справиться с ними в защите индивидуально сначала. То есть была установка на это. Как мы только справлялись и выполняли эту установку, у нас получалась игра. Как только мы не доигрывали комбинации, не ставили правильно заслоны, не было разговора в защите, то есть это относится к дисциплине, я еще раз повторяюсь. Поэтому дисциплина, плюс, конечно, кто выигрывает подбор, тот выигрывает игру. Сегодня эта пословица притворилась в жизнь. Поздравляю команду Одессы с победой. Мы в защите плохо сработали. Пропустили мячи от игроков, которых не ожидали. В нападении не могли найти свою игру. Много промазали. Ну и, собственно, все. Нам тяжело играть вообще стало. Почему? Потому что у нас ротация нарушена. Дзюба еще не восстановлена. У него опять немножко нога побаливает. Мусиенко нет. И у нас, в общем-то, тяжело, тяжело сегодня выдерживать до конца все-таки. Основная нагрузка ложится, конечно, на Андрея Лебединцева и Артема Швеца. Но у нас сегодня произошел тот момент такой, что мы там немножко щит проиграли, 13 подборов. Это не так страшно. Мы сегодня очень не попали. Но, с другой стороны, в общем-то, мы так получилось, что мы играли. Мы бросковая команда, мы от броска очень зависим. И у нас как-то так получилось. Хоть мы играли номинально дома, но в большом зале, во дворце, и получилось, не все могут так перестраиваться. Вот это сегодня, я считаю, ключевой момент. Реализация. А так все остальное, в общем-то, где-то было на равных. Продолжение следует...